Остров попугаев. Самый шумный и веселый остров во всех морях и океанах. Собирайте птиц, продумывайте свой следующий ход и угадывайте ход соперников, зарабатывайте призовые очки. Эта увлекательная настольная игра не только развлечет участников, но и поможет детям развить логику, внимательность, терпение и научит принимать самостоятельные решения. Цель игры первым заработать 10 очков. Чтобы начать, расположите фишку со стаи попугаев на любом из 9 секторов игрового поля. И положите рядом призовые жетоны и перемешанную колоду карт попугаев. Каждый игрок берет из колоды 3 карты и хранит их втайне от остальных. В этой игре нет очередности хода. В каждом ходу участвуют все игроки. Как это происходит? Каждый игрок выбирает и выкладывает перед собой на стол в закрытую одну из трех своих карт с руки. После того, как все игроки выложили по одной карте, они одновременно открывают их и смотрят, какого типа попугаи на них находятся. Попугаи всего бывают двух типов. Это летящие попугаи и сидящие на ветке. Считаем, сколько всего летящих попугаев на всех только что открытых картах, не обращая внимания на их цвет. В данном случае у нас всего один летящий попугай. Мы должны переставить фишку стаи на поле по часовой стрелке на столько же секторов, то есть на один сектор вперед. После перемещения открытая игроком карта остается лежать перед ним на столе, но сдвигается ближе игроку в зону для ранее выложенных карт. Теперь можно обменять выложенные перед вами карты попугаев на победные очки. Но при этом необходимо, чтобы фишка стаи остановилась на тех попугаях, которые имеют схожие признаки с теми, которые выложены перед игроком. У каждого попугая всего два признака. Это цвет головы и цвет туловища. Серый цвет у попугаев на поле означает, что этот признак соответствует любому цвету. То есть в нашем случае можно обменять на победные очки попугаев с зеленой головой и любым цветом туловища. На секторах, где изображены попугаи с цветным туловищем, наоборот. Цвет головы не важен, важен цвет туловища. А вот если фишка остановилась на секторе с одноцветным серым попугаем, призовые очки можно получить за попугаев, у которых голова и туловище одинакового цвета. Например, вот за этого. Чем больше вы обмениваете попугаев за один ход, тем больше очков вы получите. Причем игрок сам решает менять ему карту попугаев или подождать более выгодный случай. Например, я хочу обменять вот этого попугая. В данном случае я получу за него всего одно победное очко. Но если я немного подожду и смогу разыграть вот этого попугая, и фишка также остановится на попугаях с зелеными головами, то я смогу обменять сразу двух попугаев и получу три победных очка. Но если вдруг мне повезет и я смогу обменять за один ход сразу трех попугаев, то я получу за них пять победных очков. После того, как обмен совершен, карты попугаев отправляются в сброс, а игрок берет себе победные очки. Когда все игроки закончили обмен, нужно сбросить лишних открытых попугаев со стола. Каждый игрок проверяет. Если перед ним выложено три открытых карты, то одну из них по своему выбору нужно отправить в сброс. Если карт выложено меньше, то ничего сбрасывать не нужно. И перед началом следующего хода каждый игрок берет еще одну карту из колоды. Если карты в колоде закончились, нужно сформировать новую колоду из сброса. Допустим, у нас идет уже не первый раунд игры. У игроков уже есть ранее выложенные карты, и они выкладывают еще по одной карте в закрытую. Карты одновременно переворачиваются. И теперь для того, чтобы нам узнать, насколько пойдет наша стая попугаев, нужно посчитать всех летящих попугаев, которые только что выложены игроками. При этом ранее выложенные летящие попугаи не идут в счет. У нас выложено летящих попугаев раз, два, три. Значит мы сдвигаем стаю на три деления вперед. Раз, два, три. Когда один из игроков наберет 10 очков, раунд все равно нужно доиграть до конца. Может быть кто-то еще обменяет попугаев и тоже наберет 10 или даже больше очков. Этот игрок и становится победителем. Но если игроки набрали поровну, они делят победу. Чтобы совсем маленьким детям было легче понять правила, сыграйте первые несколько партий в открытую, объясняя каждое свое действие и при необходимости подсказывая ребенку, что он должен делать. А я желаю вам приятных и познавательных минут за игрой Остров попугаев от компании Яигрушка. Субтитры создавал DimaTorzok